МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие друзья, здравствуйте! Наша сегодняшняя тема, тема беседы о литературе «Жизнь как благодарение». И об этом нам говорит, начинает рассказывать, посвящать, приобщать этой теме священное писание Библия с самого начала, с четвертой главы книги «Бытие». В четвертой главе говорится о первых детях, первом поколении людей, которые произошли от родителей. Адам и Ева созданы Богом. А их первое чадо названо было Евой Каином. «Сказала она, родив его, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь-овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука, жира их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. То есть презрел, это значит обратил внимание, обратил внимание с любовью, с благодарностью. Как мог Каин почувствовать, что на его дар Господь не презрел? Ну, наверное, несложно было ему это увидеть, потому что он ничего не почувствовал вообще. По крайней мере, такого, что переживал на его глазах Авель. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Бог Каину, «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Первые дети – Адама и Ева. Они уже жили, существовали, развивались, росли не в таком тесном общении с Господом, Богом, как у восподобились в свое время их родители – Адама и Ева. От родителей они не могли не слышать о том, в каком состоянии, в какой полноте жизни, в счастье, в блаженстве они существовали, и чего они, собственно говоря, лишились. Они потеряли связь с Богом, и поэтому оказались вдали от того счастья, и от того места, в котором были. Родившиеся от них дети уже как, отчасти как предание, как рассказ родителей, слышали о том, что это была за жизнь. В раю. Но связь совсем утеряна не была, просто дистанция увеличилась. Самое существенное – родители сумели внушить своим детям, что эту связь необходимо поддерживать. Родители теперь-то поняли, что имели, не хранили, а потерявшие сильно заплакали. Они очень хорошо осознали, они поняли, что только в этом жизнь. Вот Он, Который дает нам все. Поэтому с Ним надо разговаривать. Надо свидетельствовать о том, что мы понимаем, кто Он для нас. И стараемся Ему воздавать, отдавать то, что Он дает нам. Мы получаем и говорим, да, мы видим, это от Тебя, от Тебя это было, это Твои дары. Вот, пожалуйста, лучшие из Твоих даров я посвящаю Тебе. Как это? Почему? Называется это словом жертвоприношение. Жертва. Жертва это когда отдаешь что-то свое. Или часть своей жизни, времени, сил, талантов. Или в подвиге, на войне, например. Или когда спасаешь других людей в других обстоятельствах, отдаешь всего себя. Для чистого сердца это счастье себя отдавать. А для сердца, какое было у Каина, причиной жертвоприношения может быть расчет, корысть. Или суеверие. У Авеля было чистое сердце, и он с благодарностью, с любовью, испытывая чувство глубокого удовлетворения, возлагал на костер, свою жертву, и она видимым образом в огне и дыме восходила к небу, возносилась, вступала в невидимую небесную область. Между небом и землей протягивалась дорожка, столб видимый, дымно-облачный, и поэтому по этой лестнице восходила не жертва даже, а любовь, Агда, чувство признательности, благодарности. Даже более того, мы видим, что благодарность, мы увидим это, мы когда изучаем культуру, читаем литературу, мы видим, что благодарность это неучтивость, это не сказать спасибо, это даже не воспитанность и невежливость, а это отражение того, что постоянно делает Бог. Но увидеть, что делает Бог, можно только чистым сердцем, сердцем, которое занято только собой, эгоистичным, жадным, этого никак нельзя увидеть. И вот Авель, он понял, он почувствовал, что ежемгновенно Бог изливает свои благодеяния на мир, который он создал. И преимущественно, и прежде всего, на человека. Он просыпается утром и видит прекрасный мир вокруг себя. Расцветают цветы, поют птицы, плодоносят деревья, пасутся стада, бегут по небу облака, руки-ноди двигаются, глаза смотрят, уши с благодарностью внимают музыки мира. Ну как же не отдать? Ну как же не подражать? Самый главный отец, отец небесный. Они-то с ним имели непосредственное отношение, но они сумели передать Авелю. Вот он, главный наш родитель. Вот источник блага, счастья. Он благо дарит. То есть получается, что Бог благодарит. Бог благодарит. Странно, это даже невозможно представить себе. Кому же это он благодарит? Кого он благодарит? Кому он благодарен? Бог благодарен земле. А земля в ответ, взаимно, благо, полученное от Бога, дарит прежде всего ему. И это дыхание, пульс жизни, это как вдох и выдох. Если вдохнул и не выдохнул, что ж, умер. это дыхание жизни, это ее пульс, это вдох и выдох. И этим только, и только этим поддерживается жизнь на планете, в мироздании. Та нравственная порча, которая завелась в сердце Каина, привела его к преступлению. ему было и оказалось тесно на огромной планете Земля вместе со своим братом Авелем. Он не поделил с ним Землю. Он воспринимал Бога как начальника, который поставлен, наверное, распоряжаться потоком благодеяний. Если поток разделить на два русла, благодеяний получишь в два раза меньше. Зачем конкурент? Зачем соперник? Устранить его? И тогда неизбежный закон природы, кран которого регулируется Богом, обратит все русла всех благодеяний в пользу Каина. Каиниты составляют большинство, к сожалению, человечества. Потомки Каина. Люди, которые борются за место под солнцем. Которые начинают войны ради рынков сбыта. Которые изобретают новые виды оружия. Которые впрягли когда-то в древности это была целая милитаристская революция коней в колеснице. Со временем изобрели огнестрельное оружие. Потом стали применять химическое. Потом выдумали атомную бомбу. Сейчас биологическое оружие. Это все люди, которым тесно на земле с другими. Которые не могут ужиться. Которые иным путем как только военным, железным, безжалостным и неумолимым не могут решить свои материальные проблемы. А иных проблем у них как будто бы даже и нет. Самая главная служба христианская литургия, а в сердце литургии та часть центральная, вокруг которой расположены все наши песнопения, молитвы, все священные действия, называется Евхаристия. Евхаристия в переводе с греческого на русский язык означает благодарение. Мы благодарим Господу за его бесчисленные, ведомые и неведомые нам, замечаемые нами и незамечаемые нами благодеяния. Вот я сейчас с вами разговариваю и думаю, какие благодеяния Божьи я не замечаю, пользуюсь ими без всякой ежесекундной благодарности. Я дышу, я думаю, я вспоминаю, я здесь, я счастлив от того, что мне открылась моя вера, что я с Богом. И как только я начинаю об этом думать, меня переполняют чувства благодарности. Говорю, Господи, за что? А любят ни за что. И Бог благодарен земле, ожидая от нее взаимности, не потому, что ему это нужно. Бог богат. Такова этимология русского слова Бог. Все Божье. Ему нужны только наши сердца, которые это сознают. Между 124 и 140 годами по Рождестве Христовом появилось сочинение Апология, то есть защитительная речь, речь в защиту христиан, некоего Аристида Афинского, о котором мы почти ничего не знаем, но о нем сохранили сведения древней церковной истории и хроники. Я царь по милости Божией, так начинается эта Апология, вступил в этот мир и когда я созерцал небо и землю и моря и увидел солнце и прочее устройство, то я удивился красоте мира. По-гречески Тин Диакосмин Тонтон порядок, объединяющий отдельные элементы стихии и устрояющий из них космос, красоту, гармонию, соразмерность. Наш слово косметика от греческого космоса. И я понял, что этот мир и все, что в нем силой другого приводится в движение и уразумел, что тот, кто движет все это, есть Бог, который во всем присутствует и от всего скрыт. Христиане знают о Боге, исповедуют его. И как люди, знающие Бога, они просят его только о том, пишет Аристит, что ему прилично подавать, а им принимать. И так они завершают время своего жития. И так как они сознают благодеяние Божие по отношению к ним, то именно ради них продолжают существовать красота в мире. Замечательная и глубокая мысль. Так как Бог видит, что есть на земле люди, которые понимают, что происходит, которые помнят о нем, которые благодарят его, они как антенны, они как проводники, как такие каналы или трубы, через которых сила Божия, созидающая, жизнеутверждающая, распространяется по земле. Не будет таких людей. Земля окажется нравственной и духовной бездной. Господь некоторое время будет посылать, орошать ее своей помощью, своим благом, но все это будет куда-то исчезать, пропадать. Жизнь на земле станет пропастью. Но так как есть те, которые согласны быть распространителями и умножителями божественных благодеяний, то ради таких людей сохраняется красота мира. Об этом это понимали, об этом писали поэты и писатели. На эту тему создавались картины. Самая величественная религиозная музыка исполнена той же идеей. Люди, вспомните об источнике жизни и ответьте на живое присутствие Божие в мире взаимностью. в начале 20 века, но он родился в 19 прожил долгую жизнь, классик французской и мировой литературы Поль Кладель, будучи по профессии дипломатом, генеральным консулом Франции в Бразилии, в тогдашней столице Рио-де-Жанейро, это было время Первой мировой войны написал цикл стихотворений, который называется «Месса там внизу», там внизу имеется в виду, там на земле, Месса, литургия, общее дело, литургия переводится как общее дело Бога и людей, их совместная работа, чтобы жизнь продолжалась. И первое стихотворение, значительное стихотворение этого сборника называется «Входная молитва». С этого начинается совершение литургии и в православии, и в католицизме. Священник и сослужащие с ним подходят к храму, вступает в алтарь, приближается к престолу, или его еще называют жертвенником, и читает строки из Псалтирии, царя и пророка Давида. Из 42-го Псалма читают католики. Клодель построил так свое стихотворение, что все великое содержание его, все, что он в нем изобразил, он выстроил вокруг одной единственной строки, одного единственного стиха из 42-го Псалма. А чем он окружил это? он как поэт, как сотворец Бога, приводит к нему за собой, за ним тянется шлейф всего, что он в жизни с благодарностью наблюдает. Вот, Господи, звезды Твои, а вот Твой океан, вот Твои цветы, а вот Твои птицы, вот Твои люди, разделенные расстоянием, вот все это вмещается в мое любящее сердце, я все это приношу Тебе с благодарностью в словесную свою бескровную жертву. Помни о них, жалей их и помогай им. Еще одна ссылка. Вновь душа поднимается в свой замок одна за ограду, и первый луч солнца уже опустился на рог к нерковаду. Сколько стран у меня за плечами начинались, и ни в одной не пришлось поселиться. И женить бы моя там, за морем, жена и дети, как будто все это снится. Море и это кочевья на склонах, что сверкает огней миллионам, Америка и ее горы в вечернем ветре, как нимфы в пернатых коронах. Чтобы делать Боже бедным вещам и слабому люду, если бы им, уходя и здесь и там всюду. Здесь я не слышу уже ничего, я один только качаются пальмы. По вашему образу дивный сад, и в нем все пребывает в молчании. Пребывает мгновенье, но как это было красиво. Надо не знать трудов своих, чтобы в ваших найти, что криво. Не написать и фразы одной, искусство гасить два слова в мысли единой, чтобы не узнать, как прекрасно бабочка на розе тиха, как кисть на картине. Есть слово, что нам дается как нужное и готово само с уст сорваться. И какой бы вещи имели смысл, если бы им не кончаться? Как достигали бы они полноты, если не уходить им и не являться снова? И я сам говорящий, что во мне говорит, как не бессмертие, что к смерти готово? Как не то во мне, что умирает от скуки среди красоты столь дивный? Если бы мир не возвещал о вас ничего, я не скучал бы так сильно. В этот час пробуждаются пальмы, влажно сверкая росою. Вдали за колониальном шоссе золотеет вода полосою. От того, что было красиво к тому, что любовью стало, надо призыв услышать, пока утро еще не настало. Горе быть одиноким, счастье, что вы рядом с нами, не окажись я здесь, вы бы об этом, возможно, не знали. А вас мало знать, надо видеть, и видеть еще не все, нужно коснуться, мало глаза открыть, нужно раскрыть уста и улыбнуться, как рыба в воде, глотая струю, плывет против течения, так к вам восходит сквозь времена человек, покоряясь в лечении. Вот и вещи со мной расстаются, как и я с ними. В советы любви можно войти только на гиме. Звон священник здесь, обетня, жизнь далеко на краю. Восхожу к жертвеннику Божию, к Богу, веселящему юность мою. Эти фрагменты из стихотворения Поля Кладеля «Входная молитва» звучали сейчас на русском языке впервые, они переведены мною для готовящегося сборника стихотворений французских поэтов-христиан первой половины XX века. В XX же веке творили и другие классики мировой литературы, наши поэты Мандельштам и Пастернак. Если вслушаться, разобраться и почувствовать их стихи о том же самом. Осип Мандельштам, да, буквально, стихотворение Кладеля написано в 1916 году, а он свое стихотворение «Вот дароносица, как солнце золотое» написал в 1915 году. То есть, как будто одна идея владела миром и касалась чутких умов и сердец. Вот стихотворение Мандельштама. «Вот дароносица, как солнце золотое, повисло в воздухе. Великолепный миг». Здесь должен прозвучать лишь греческий язык. Взят в руки целый мир, как яблоко простое. Богослужение торжественный зенит, свет в круглой храмине под куполом в июле, чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули, а луговине той, где время не бежит. И Евхаристия как вечный полдень длится. Все причащаются, играют и поют, и на глазах у всех божественный сосуд неисчерпаемым весельем струится. Взят в руки, Богу показан, вознесен целый мир, как яблоко простое, и Евхаристия благодарение как вечный полдень длится. То есть Бог благо дарит, человек благо возвращает, дарит, и в этой взаимной, постоянной, вечно длящейся Евхаристии воздух, свет, жизнь, мира. За жизнь мира, восклицает священник, в сердце Евхаристии, в сердце литургии. Все стягивается в эту точку. Все времена и пространство приходят к Богу, они призваны к этому. В завершающем цикле стихотворений доктора Живаго из романа, а не как приложение, эти стихи, приложение к роману доктора Живаго Бориса Пастернака, есть тоже такие строчки замечательные, этими строками кончаются, этими строфами, кончается стихотворение Пастернака «Девсиманский сатану», последний из этого цикла, Петр дал мечом отпор головорезам и ухо одному из них отсек. Но слышит, спор нельзя решать железом. Вложи свой меч на место человека. Неужто тьмы крылатых легионов отец не снарядил бы мне сюда и волоска тогда на мне не тронув вроде рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду. И в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана столетия поплывут из темноты. Вот так вот, таким эхом понимания в произведениях мировой литературы отзывается истинное, которое впервые звучит в священном писании. Спасибо.